Христофор Колумб Самым бесстрашным его уважали враги и друзья Огромные волны всегда отступали Колумб не боялся и верил в судьбу И силы небесные, кажется, знали и доверяли ему одному Парус летит, словно белая птица С новой надеждой солнце встает Отважное сердце ветров не боится Смелее! Тебя приключение ждет! Рука помощи Капитан Христофор Колумб прибыл к королю Ваше Величество Спасибо за аудиенцию, меня зовут Христофор Колумб Мне сказали, что вы хотели представить вашу теорию Да, Ваше Величество Но это не просто теория, это план, разработанный с целью Открыть для Португалии новый торговый путь в Индию Простите, что смеюсь, но мне с трудом верится Перестаньте, Колумб, вам не одурачить нас Единственный прямой путь в Азию — это в обход Африки, вам это известно Вы ошибаетесь, есть лучший способ попасть в Индию Нужно плыть на запад через океан На запад? Именно Дайте я вам объясню Это будет забавно Западный маршрут в Индию? Что за ерунда? Капитан Колумб, как вы смеете беспокоить короля Португалии с такими глупыми идеями? Никто еще не ходил через океан, и никто этого не сделает Я думаю, тут вы ошибаетесь Ваше Высочество, моя теория проста Зачем нужно плыть вокруг Африки, если можно проплыть напрямик коротким путем? Тут сказали, что еще никто не пересекал океан Но это уже сделали викинги 500 лет назад Верно Северные легенды повествуют о переходах в землю под названием Винляндия Я полагаю, что Винляндия — это на самом деле Азия Если это удалось даже викингам, то современным португальским кораблям не составит труда пересечь океан Само собой, такое путешествие является вызовом в навигации, но подумайте о возможном выигрыше Выигрыше? Прямой маршрут заметно облегчит торговлю с Азией Больше торговли, больше процветания не только для Португалии, но и для всех торговых стран Европы Я знаю, многие преданы идее маршрута в обход Африки, но я желаю им удачи в этом Я уверен, что Португалия будет в большом выигрыше, если решится пересечь океан Ваше Высочество, я начертил подробную карту моего маршрута на восток С Вашего позволения, я представлю ее здесь и объясню план западного перехода через океан Разумеется, у Вас возникнут вопросы и комментарии, я с радостью отвечу на них Я полностью уверен в моем плане И буду горячо отстаивать его Давайте взглянем на карту Да, сэр Здесь исследованные воды Атлантического океана Земля — это шар Следовательно, корабль, плывущий на запад, рано или поздно достигнет Азии Да, но как долго нужно плыть? Это самый главный вопрос, Ваше Величество Если расстояние слишком велико, то плавание станет напрасной затеей В пути на корабле закончится пресная вода Ну вот и все, эта задумка слишком рискованная Я еще не закончил, постойте Ваше Высочество, уже несколько лет я проводил исследования такого расстояния Основываясь на моих навигационных замерах И на работах Птоломея и Марка Пола Я полагаю, что расстояние составляет 2500 миль Это слишком далеко, капитан Колумб Верно, Ваше Величество Но если у меня будет профессиональный экипаж и хорошо оборудованное судно По моим подсчетам, путешествие из Европы в Азию можно будет совершить за 40 дней Вы говорите уверенно, капитан, даже слишком уверенно, по-моему Океан — это великое природное препятствие Господь не предусматривал для человека возможность преодолеть его Такая попытка никогда не будет удачной Божья кара постигнет всех Прошу поймите, Ваша милость, новый путь в Азию станет благом для церкви и ее миссий на Востоке Посему полагаю, что Господь не воспротивится моей идее Ваше Величество, я Бартоломео Диас, я капитан Королевского флота И я думаю, что подобный переход слишком опасен Любое морское путешествие тает опасность Но я уверен, что под руководством хорошего капитана план станет удачей Ваше Величество, если вы одобрите проект, я докажу вам, что эти скептики ошибаются Вы встанете во главе экспедиции? Да, и у меня достаточно знаний и опыта Я молодо выгляжу, но я уже давно хожу в море Если вы одобрите мой план, я обещаю прославить вас и Португалию Думаю, король не так глуп, чтобы довериться генеевскому матросу Представляете? Сколько кораблей вам нужно, капитан? Два Ваше Величество, два самых лучших в Королевском флоте С какой это радостью? Он что, серьезно? Еще мне нужен экипаж в 25 человек Еще нам нужно продовольствие на 90 дней и кошелек золота для торговли Я еще не встречал такой дерзости, король точно откажет Эти требования возмутительны Это обычная жадность Его надо осудить за оскорбление короля Так и быть, капитан Колумб Сэр, Ваше предложение заинтересовало меня Ваши аргументы убедительны, а логика впечатляющая Ваши требования кажутся мне вполне разумными Благодарю, Ваше Величество Я проконсультируюсь с советниками и приму решение Да, сэр? Ваше Величество Знаю, вам не понравился проект И мне тоже Как министр финансов, я уверен, что этот проект опустошит королевскую казну Вдобавок, это может испортить вашу репутацию Почему вы так считаете? Это очевидно Если вы финансируете такой безрассудный проект Люди сочтут вас безрассудным королем Здесь я готов рискнуть Я хочу, чтобы этот проект проверил совет ученых Если они сочтут его реальным, я одобрю его Да, Ваше Величество Видели бы вы этих министров, у них были такие лица А теперь нам нужно придумать, как отпраздновать победу Христофора Нет, Бартоломео, нельзя праздновать, пока совет короля не принял решение У тебя хороший проект, Христофор Но некоторым министрам он не по душе Я знаю, отец Мартинес Но королю Джону план понравился Я видел это по его глазам У вас сложилось тоже впечатление, отец? Дорогой зять, не знаю, как мне выразить мою гордость за тебя Я сомневался, но сейчас я вижу, что это твоя судьба Если я чем-то смогу тебе помочь, только скажи Ну ладно, думаю, ты останешься на обед Начнем с Оленины и... Нет, боюсь, не получится, мне нужно немедленно уезжать По-моему, Христофора не терпится вернуться домой, я прав? Я так и думал Госпожа Филиппа В бухте корабль Госпожа Филиппа Госпожа Филиппа, я думаю, хозяин вернулся К Христофору нет, он не должен меня видеть такой Нет, не вставайте, вы слишком больны Не говори ему Прошу, Марта, не говори ему о моей болезни Но, госпожа, послушай меня Христофор работает над проектом, который станет благом для Португалии Правда? Да, правда Поэтому его нельзя отвлекать от работы Даже из-за моей болезни Поэтому молчи Это наш секрет Поняла? Да Мама! Это Диего Мама! Диего, сколько раз я говорила тебе не мешать, когда мама отдыхает? Прости Мам, у меня новости Папин корабль только что прибыл Я знаю, любимый Значит, он скоро будет дома Не так быстро Филиппа, Диего, папа Папа Я так скучал по тебе И я скучал, сынок Где мама? Я здесь Рад возвращению, Христофор Очень Моя встреча с королем удалась Он просил совет ученых проверить мой проект и дать ему совет по поводу него Христофор, это чудесно Господа, король скоро будет здесь Каково будет ваше решение? По-моему, это очевидно Скажем, что нужно отказаться от этой безрассудной затеи Да, мы все против плана, что капитан Колумб представил королю Но какую причину мы назовем? Капитан Диас, ваше предположение? Причина – одна ошибка в расчетах Да, но мы не уверены В чем? Вопрос в расчетах, сэр Мы думаем, что капитан Колумб допустил серьезную ошибку Верно Как главный математик Королевского института технологии Я проверил расчеты капитана Он недооценил расстояние от Европы до Азии на 9000 миль Ах, вот оно что Капитан Диас Мог ли Колумб допустить такую ошибку? Да, но надо признать, что мы тоже можем ошибаться Почему бы тогда не дать ему возможность выяснить все самому? Потому что... потому что... Да? Потому что на карту поставлены жизни Вот почему Если Колумб отправится в путешествие И с ним пойдут 50 матросов И если он ошибался в расчетах А мы правы То все они погибнут от жажды за тысячи миль от суши На его месте стали бы вы рисковать Да, сэр Думаю, стал бы Я тоже Продолжайте работу Ну, хватит споров Давайте проверим карты капитана Колумба Я хочу посмотреть, есть ли там несоответствие Идем погуляем, Диего Папа, пошли на пляж Конечно Хорошей прогулки Спасибо, пока Диего Не опаздывайте к обеду Смотри, как я бегаю, папа Я быстрый, как ветер Правда? Конечно Какой бегун Теперь идем Пора обедать Откуда это? Этот пучок принесло приливом Вполне возможно, что он из Далекой Азии Ваше Величество Совет ученых вынес свой вердикт И каков он? Мы тщательно изучили предложенный план На нас произвело впечатление Доходчивость изложенного И внимание к деталям В работе капитана Колумба Мы уверены, что юный капитан Достигнет многого Если будет продолжать Трудиться так в будущем Давайте к делу А, да, к делу Так, итак А, я как раз подходил к этому По причине высокой стоимости Данного путешествия Возможности его фиаско И ввиду долгосрочной политики Португалии Достичь Индии в обход Африки Совет рекомендует Вашему Величеству Отказаться от этого проекта Отказаться? Чего ты ждал? Колумба Если я правильно понял Вы хотите, чтобы я отказался От этого проекта Потому что считаете его Дорогостоящей неудачей И предпочли бы, чтобы я Финансировал походы Вокруг побережья Африки Да, со всем уважением Совет считает Африканский путь Наилучшим Мы полагаем, что Это всего лишь вопрос времени Когда португальский корабль Обогнет Африку И достигнет берегов Индии Это предположение В случае провала Может стать национальной проблемой Я подобной проблемы не боюсь Меня больше волнует будущее Моей страны И наилучший способ Обеспечить ей блестящее будущее Это расширить влияние Португалии Как торговой державы Согласны? Конечно Но богатство страны Не бесконечное Мы не можем позволить Себе такой поход Достаточно Я понял Вашу точку зрения Но боюсь Вы меня не убедили Приказываю совету Пересмотреть проект в деталях И быстро Честно говоря Он заинтересовал меня И я не понимаю Почему совет Так упорно отвергает его Если после пересмотра проекта Совет по-прежнему Рекомендует отказать Я так и сделаю Я понимаю, сэр Жду Вашего отчета Через неделю Да, Ваше Величество Что-то тут не так Диего, будь хорошим мальчиком Поиграй один Немного Конечно Марта Чем могу служить, сэр? Ты можешь мне сказать Что именно происходит с Филиппой? Скажи Она моя жена Я имею право знать? Я не могу Думаю, она просила тебя молчать Но ты должна сказать мне, Марта Она моя жена Она серьезно больна? Да, больна Ей становится хуже год от года С тех пор, как родился Диего У нее постоянно случаются обороги И головокружение Примерно год назад У нее начался кашель Сначала все было не так серьезно Мы думали, что она простудилась Но сейчас Я опасаюсь за ее жизнь Господин Христофор Она умоляла меня ничего не говорить Она не хотела вас беспокоить Христофор? Христофор? Тебе пришло письмо И на нем государственная печать короля? Интересно, что там? Меня вызывают во дворец Совет короля готов объявить свое решение Значит, ты возвращаешься в Лиссабон? Но я скоро вернусь Отныне я хочу побольше времени проводить с тобой и Диего Мне нужно три месяца, чтобы окончить мою работу Конечно Вам отказано в вашем проекте Отказано? Почему? Прежде всего, вами была допущена серьезная ошибка При вычислении расстояния Что это? Позвольте мне закончить Кроме того, важен вопрос стоимости Ваш проект слишком дорогостоящий Вы не правы Ваше решение несправедливо Будьте благоразумны, капитаны Проявите уважение к Королевскому Совету Что? Но меня должны выслушать Вы уже высказались И не смогли убедить Совет Вам отказано Это окончательный ответ? Да Стойте! Я хочу увидеть короля Я знаю, что смогу его убедить Стойте! Прошу Подождите Капитан Колумб ушел, сэр Он был сильно огорчен? Да, безгранично Что? Тебе отказали? Уверен, это потому, что ты был груб По отношению к Совету Нет Я хотел беспристрастного разбирательства Я так и знал, что ты все испортишь Прочь с глаз моих Я был прав насчет тебя Ты просто глупый генуэзский простофиля Христофор Мне отказали Ничего страшного Из Порта Санта прибыл посыльный Плохие новости, Христофор Филиппа Филиппа! Филиппа! О, нет О, нет! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, пора в путь Да хранит вас Господь Прощайте Субтитры создавал DimaTorzok Счастливого пути! Прощай, Христофор! Прощай, Диего! Прощайте! Держи курс, рулевой! Слушаюсь, сэр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok